поставили наш байк подростки дистанки фикусом большим-большим деревом фикус я все поражаюсь как они вырастают и теперь идем поискать какую-нибудь кафешечку ну а я позже не что-то полотно Так, короче, возьмем, поживем, вечером. Фрикмейкерская. Так, где-то здесь уже нужно. Салон массажный. Аптека какая-то. Ага. О, какой дрондулет стоит. Какая-то кокосочка. Мы сейчас идем найти кафешку, в которой написано «Комплексные обеды по 15 юаней». Посмотрим, что там дают за 15 юаней, если кашлана еще работает, если, конечно, ее найдем. Прослее? Такие чисто азиатские магазины, где весь товар сгреблен в кучу. Узко, тесно. И пойди разбери, что тебе там надо найти, купить. Вот. Единственные цены могут в таких местах быть небольшими. Вон тебе шпажки делают. Какие-то шашлычки. Морепродуктами пахнет. А, так это типа рынок? Да. А, ну это магазин. Кстати, можно что-нибудь попить взять. И можно чай посмотреть для родителей. Изюмчик. Хрукты. Слушай, ну вот это вообще с моими семьями. Не то, что мы брали, да? Ну. Скажем, он 7500, правда? Сколько? Где висит? 750 за полкилограмм. А куда мы его сейчас? А ну мы скоро домой поедем. Можно, в принципе, взять. У нас дома там еще один манго. Не взять просто что-то. Вон, смотри, дальше. Да иди по 3,9. Это один манго. Нет? Ну, мог бы не похоже. Мог бы взять от этого. 13,8. 13,8. 13,8 маракуйя. Надо маракуйю взять уже. Я ее так люблю. Вот такая вот слива. 9,50. Чай. Ну, такого я не вижу, да. Это очень маленькие, прикольные. Банки классные, да. 65. Да, мне нравятся банки. А вот типа маленькие, но попробовать, да? Упаковочки. Это мощная бутылка. Да. Сок, да, какой-то. Здесь большая бутылка воды 3 рубля. Дим, смотри. Такие вот интересные чакопайки зеленые. Давай, может, зеленые чакопаи возьмем? Это с матчей. Матча – это чай такой. Орико. Сколько стоит? 19,8, да, наверное, как обычные. Можно взять, попробовать. Всякие-всякие. Орешки. Орешки. А, смотри, белочка же написана. Белича дерева написана. Слушай, ну оно… Фундук, что ли? Но оно внутри мягкое. Да нет, оно не мягкое. Вот, смотри. Фундук этот. Фундук. Да, ну нарисован фундук. 29,90. А, разные орешки вообще нарисованы. Сок кукурузы 20 юаней. Купили вот такую вот мятную, типа, я не знаю, типа тик-така, наверное, 3 юаня стоит. Вот такая маленькая таблеточка там. На вкус вот эта штука мятная, сладкая и напоминает какую-то жвачку. Ну, вот эти вот мятные. Ну да, она освежает, она очень мятная, но она при этом сладкая. С холодком таким. Ну, ничего ж, такая. Но мне кажется, всё-таки тик-так прикольней. Электросчётчики прямо на улице стоят. Переходим на другую сторону. Вы видели? Там какую-то кафешечку. Грузовик. Грузовик маленьким носом. Какие интересные балконы. Пиво пьют. Что-то непонятно. Мы туда не пошли, потому что там сидят курят, пиво пьют. И непонятно на каком языке меню. Вообще меню даже смотреть не стали. Строительная улица, Дима говорит, что-то всё строят, мешки какие-то продают. Вот захочешь поесть в сане и не найдёшь, что поесть. На самом деле должно быть что-то. Ой, смотри, птичка какая. Она только... Вот какое-то заведение. Вот какая-то ещё кафуха. Мы собираемся. Такой-то. Давай-aksi. Поразь. Ну, по-крайней мере, на картинках. Цены сразу же есть. Ну, цены есть, да. А с этой стороны что? Какие-то сырники, пельмени, булочки вот эти, которые... Ну, пельмешки. Можешь пельмешку попробуем? Да я не хочу. Ты можешь попробовать. Вот эти. Устрица. 88. За 10 штук. Там 3 штуки по 10, да? Получается 8 на 3, 24. Угу. Бульон с ракушками. Получается, что вообще дорого, да? Ну да. Угу. Я не знаю Дима. Мне кажется, вот короче, вот такую штуку они жуют. Она типа бодрит. По-моему, это типа наркоты, что-то. Это она или это другая? Да, она же. Они ее жуют, все и сплевывают потом. В общем, мы не нашли эту столовую за 15, которая. Ищем уже где-нибудь что-нибудь такое, чтобы... Это мусульманский рынок, да? Ну, говорит, представители русских говорят, здесь какой-то мусульманский рынок ищут их. Они ищут его. Такая колоритная улица. Вот смотри, это типа почта, что ли? Ну, халяльная там мусульманская. Мусульманская китайская кафе, 4 километра. Вот смотри, это на почту похоже, да? Она сейчас подойдет, скажет мне такую-то посылочку. Да, точно, смотри, почта. Интересно. Что, мусульманское китайское кафе пойдем? Пойдем. Куда хочешь пойдем. Здесь только ловша, наверное, да? Нихао. Все, что на стене, то и меню. Зато тут есть вай-фай. Тебе объясняют? А? Да, давай, наверное, дальше пойдем. Все поняли, что она сказала? Приходите, кушайте. Некоторые вот так вот отдыхают. Некоторые вот так вот. Ты не поймешь? Так же, как там, когда мы бабушек ели. Миню на стене. Глядя, у нас дали русское меню. Но оно без цен. Цены зачеркнуты. Видимо, для русских тут другие. И у них мы не стали есть, пошли дальше. Хотя я бы, наверное, поела пельменей. Хочется попробовать китайских пельменей. С говядиной. Дима все-таки решил купить эту хрень, пожевать. Они все ее жуют. У нее красный рот. У нее красный рот, да? Я не знаю, зачем. Я, может, тоже попробую. Мне кажется, такая гадость. Они все клюются вот этой хренью красной. Вот такой вот пакетик. В Россию вот это ввозить нельзя, имейте в виду, если будете пробовать. Я не знаю, зачем Дима хочет на себя такие эксперименты ставить. Ну, надо тебя смотрят. Ну, и пусть смотрят. Я рассказываю о том, что вот такую гадость они употребляют в пищу. И это типа наркоты. Я забыла, как это называется. Я вам напишу. И когда Дима будет пробовать, мы тоже об этом снимем и скажем, как это называется. В общем, вот такая гадость, которую потом красные пятна на асфальте оставляют. Которые все замечают. Я вот только сейчас, когда мы увидели, что вот эту фигню продают, начала замечать вот эти вот красные пятна, которые остаются после плевков. Они все с красными губами ходят. Жуют эту ерунду. Нет, ничего не надо. В общем, наверное, не рекомендую, но если он очень хочет попробовать, то может быть и... Если уж очень хочется, то немножко можно. Я не знаю, зачем нам такой целый пакет этой гадости. Потом кому-нибудь отдадим, наверное. Ну, мы решили поехать дальше. По дороге посмотрим, где поесть. Кстати, вот мы были, там мусульманские кварталы. Там кафешки вот эти тоже мусульмане. Но они какие-то не такие доброжелательные мусульмане, которые, как там нам бабушки попродались в прошлой серии. Кстати, они где-то вот в этом районе мы ели, только где-то на другой улице. Потому что мы по другой, там где-то аэропорт. Это очень вкусный! Кафешки! Уберем. Там. Ээээээ. Ээээ. Уберем. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Да, со сладком соусе, томаты с омлетом, жареный картофель, салат из огурцов, салат по-харбински, говядину на шагуне, баклажаны, тушеные баклажаны. О, смотри, вот такая штучка у меня. Пусть, да. Сто восемь. Ближи. Здравствуйте. Это по-западе, да? Да. Первая. Морена. Это 50 грамм. Гриба, клетка, миди, храбу, лобсбера. Гриба гамми. Второй. Гриба гамми. Вот он, вот он, 50 грамм. Миди. Ракушки. Не понятно, сколько ценят. По восемь грамм. Миди. Миди. Это, наверное, кальмар. Кальмарчиков вот здесь. Кальмарчиков вот здесь. Кальмарчиков вот здесь. Сырые, острые все. Более, вот, много. Сырые, нет. Сырые, нет. А я люблю. Это картофель, лобсбера. Мы... С лапшой, да? Та-да-да. Да-да-да. Это картофель, я хочу. Кальмарчиков. А с чем? С свининой. С свининой? Да. Я хотела вообще пельмешки. Рис в кокосе тоже не пробовали. Кокоса, кого-то... А, бужаренные гременицы. А, вот это картофель. Чисто свининая. Кокос, куриный бульон, пластиковая рюкзра. Хайнайский чай, который везде дают. Он тепленький, кстати, еще. Поставили приборы. Приборы чистые. Я не буду, я не люблю. Я не буду. А, чай, да. Спасибо. Купим прямо здесь? Он продает. Может и нет. Сокма. Димыч решил купить манго еще. В общем, такая приятная кафешечка. Тут чистенько, круглые столики. Димыч купил 5 манго за 10 юаней. Нормально. Вот это вот вообще нормально. Если еще надо сюда ехать, то нормально. Здесь также жмут еще соки. Крыбокамень. Вкусная? Крыбокамень. Вкусная? Крыбокамень. Так, пока я хожу на экскурсии, я не вижу. У нас кальмары принесли на чугунной сковородке. Пельмешечки. Пельмешечки принесли. Так, соевый соус. Все как надо. Короче, вкусно. Кальмар вкусный, но он немножечко такой... Не то чтобы жестковатый, но какой-то... Не, ну он вкусный, да. Дима говорит, очень вкусный здесь лук. Прям да, действительно лук очень вкусный. Ну, хороший кальмар. Морковка, да? Да. Морковка, да? Морковка, да? Да. Морковка, да? Морковка, да? Да. Пельмешки с соевым соусом. Вкусные. Мяса много, нежно. Тонкое тесто. Мне нравится. Не приятно. Но такая большая порция. Дима, что принесли порцию лапши? Он говорит, похоже на Ролтон. Ну давай пробуй. Чем-то у тебя не берешь. Где там морепродукты? Что это? Морепродукты? Вкусно, да? Угу. Морепродукты? К вопросу, как это место найти. Это место помечено на картах maps.mi, как мусульманское и китайское кафе. Рядом вот с этим вот Санья Кайлайлайлайлай Севью Ресорт. Так. Отзывов нет, но вот есть геометка, по которой вы можете найти это место. Как ты покушал? Объелся? Правильно, но только что-то дорого. Ну это ты просто привык, что здесь дешево кушаем. Может там пять раз. Так-то нормально, 140. Ну нормально, мы много взяли. Поели мы на 140 юаней. Вот. Это примерно 1400 рублей. Так, в принципе, объелись. Можно было и меньше заказать. Чай я напилась этого хайнаньского. Не знаю, включён он был в счёт или нет. Дима говорит, когда я ему начал рассчитывать, вообще что-то типа сначала 720 насчитали. Но он понял, что... В смысле, её поправил, что она что-то где-то ошибается. Потому что не могли мы настолько наесть. Вот. Китайцы заказывают прям кучу порций. Я не знаю, тысяч на 10, наверное, вот соседняя пара. Они чуть только... Они и лобстеров поели. Они и всякие там мизии поели. И у них блюд, наверное, на 10. Только так. Меняли и меняли. Вот. Так что... Как они... Кто-то поел на 729. В общем, как они... Как они всё это влазит, поражаемся просто. Но мы едем дальше. Это Гiantes costume. Да, мы ещё и Boss. Да, мы кислик собой! Давайте вернемся к... Стащит к героин. zombies Qui, возможно 1. ě. Продолжение следует...